Ну что, мы всех рады приветствовать, всем добрый вечер. Традиционная у нас пресс-конференция перед началом сезона. Поэтому давайте поприветствуем всех, кто сегодня принимает участие. Команда, спасибо, Выйтина. Главный тренер команды Андрей Путагапаев и директор группы Туриц Валерия Митлова. Начинаем с тем, обрастаем. Мы сейчас некоторые вопросы зададим тем людям, которые здесь сидят за столом, после чего мы дадим возможность болельщикам также пообщаться. Если вдруг какие-то вопросы у нас будут, то мы с удовольствием на них ответим. Но перед тем, как мы начнем, мы всегда такую штуку всем рассказываем. И это чистая правда, что мы многие вещи делаем не потому, что нужно. Потому что пресс-конференция – это такое важное событие для всех, его обязательно нужно провести. Но мы собираемся для того, чтобы пообщаться с болельщиками. И самое главное – просто классно провести время в хорошей атмосфере. И начнем мы не как все, не как всегда. Потому что сегодня у нас большой день, у нас день рождения, юбилей. У нашего массажиста Геннадия Петровича Валуева, Геннадий Петрович. Вот и встать хотя бы, тебе все поклопают громко. Давайте поаплодируем. Поздравляем с новой рождения, с юбилеем. У нас все самое наилучшее. Петрович, сюрпризы не заканчиваются. Подходи к нам сюда, в сцене. А мы все хлопаем. Продолжаем. И памятный подарок, конечно же, от сегодняшних дней тебе с юбилеем. Спасибо большое. Поздравляем еще в конце. Давайте переходить к самому интересному. Конечно, будем обсуждать темы, которые, события, которые уже прошли, которые впереди. И начнем, конечно, Кубок и Спартакеада, да, те мероприятия, которые уже подошли к концу. И вопрос, наверное, Валерий Генчуам, насколько в целом довольны результатом, насколько в целом довольны атмосферой организации. Потому что, ну, надо понимать, что первые такие старты были именно в Туле. И вот насколько это время было тяжелое для вас. Ну, да, действительно, у нас, так сказать, своеобразно было сначала этого сезона, да, первое всероссийское спортакеад сильнейших спортсменов, в котором мы имели честь представлять наш регион. Затем принимали Кубок, предварительный этап Кубка России. Ну, и почему все это сделано? Ну, волейбол в Туле – это всегда праздник. Неважно, это либо Спартакеада действительно такое статусное мероприятие, либо просто товарищеская игра. Мы всегда стараемся создать атмосферу для болельщиков, для наших любимых, для болельщиков, зрителей. Вот действительно такую праздничную атмосферу, помимо того, что действительно волейбол, ну, праздник. Поэтому хотелось, значит, после перерыва, после отпусков, когда мы вернулись к работе, вернуться громко, вернуться, так сказать, значимо. Ну, и, соответственно, вот сделали именно такое шоу на открытии, и всю околоигровую атмосферу старались сделать максимально разнообразной и интересной. Ну, кто был на наших играх в замечательном дворце спорта Тула-Арена, видели и в ПАЕ массу всяких интересных моментов, ну, и, соответственно, организацию матчей. Вот, поэтому, что касается игровой, спортивной составляющей, можно сказать, что турнир показал нам многие вещи спорта Киада, которые мы подредактировали к чемпионату, но и, откровенно сказать, инвенту до сих пор редактировали, да? Потому что действительно такая получилась хорошая проба сил. Сыграли 7 матчей с лидерами прошлогоднего сезона. Ну, соответственно, есть над чем работать. Поэтому мы движемся к началу чемпионата, какой будет состоять. Комплектация команды – это важный вопрос. Насколько вы довольны нынешним составом, насколько вы довольны, скажем так, новичками, и будут ли еще в бой? Может быть, такой вот случай. Ну, в общем-то, мы довольны комплектацией, да. Большие надежды на новых наших игроков возлагают надежды и все остальное на них возлагается. И был надеясь, что у нас есть некоторые моменты, которые мы можем сделать под комплектацию. Давайте, Валерий Евгеньевичу зададим тот же вопрос, что вы можете сказать про комплектование команды. Да, комплектация команды действительно вопрос очень щепетильный. Всегда он волнует и болельщиков, и наших соперников. Ну, опять же, возвращаясь к партакеаде, есть те моменты, над которыми надо работать. Но что касается комплектации, мы считаем, что она прошла достаточно позитивно и динамично. Коллектив добрался в боевой. Атмосфера в команде какая-то по-хорошему спортивная. Есть конкуренция. Что касается доу-комплектации, ну, да, действительно, у нас есть еще одна квота, в том числе на иностранного игрока. Мы ведем переговоры. Ну, это, опять же, пусть все пока останется в планах команды. Естественно, если будет клуб долг комплектован, вы обязательно об этом узнаете. То есть скрывать не будете, да, нет? Не спрячете играть? Нет, конечно. Все, супер. Спасибо большое. Спасибо. Так, еще одна новость. Еще одна новость. Речь пойдет о девушке сильно справа для меня, сильно слева для вас. В команде «Новый капитан». Спасибо, Выкин. На тебя аплодисменты. Поздравляю тебя с назначением. И сразу прошел вопрос, что для тебя, Выкин, капитан, такой команды, как «Новый капитан». Большое спасибо за поздравление. Несомненно, конечно, это большая ответственность. Ответственность перед командой, перед болельщиками. Ну, у меня, как бы, уже был опыт в других командах. И я благодарна девчонкам за доверие и благодарна руководству клуба и тренерскому штабу за такое назначение. Скажи, пожалуйста, насколько вот уверена команда подходит к сезону, на твой взгляд, потому что Андрей Анатольевич точно все будет рассказывать, что еще много работать. Вот ты, как капитан, что можешь сказать по отболу. В каком настроении, в каком состоянии сейчас находится команда? Ну, я думаю, если сравнить с первыми играми, которые были на «Спартаке Адель», и то, что мы показывали на кубке, я думаю, что мы набрали форму и мы будем уже гораздо более увереннее. И с каждой тренировкой готовимся все лучше и лучше. И надеюсь, в тот чемпионат мы уже подойдем практически. Ну, если не на 100%, то на 90% готовы. Супер. Спасибо большое. Спасибо. И давайте я работаю к Валерию Пинчу. Валерию, я не буду лукавить. Следующий вопрос не был заготовлен изначально, но раз Настя сказала, что... У меня нет шпаргал. А у вас шпаргалка еще есть? Да, ничего себе. Мы думали, вы никому об этом не рассказываете. Так вот, ну ладно. Ладно, я вырежу момент. С эфира в любом случае. Так, вопрос, какого характера? Кубок Настя говорит, здорово отыграла команда. Вот, насколько вы довольны именно кубком? Потому что 5 матчей, 5 побед со счетом 3-0, насколько для вас это важно, что ни одной партии команда не отдала соперникам? Ну, я считаю, что это важно. Это достойно и для меня. И, конечно, в первую очередь, для команды, для Тульской области мы действительно сыграли 15-0. Это лучшие результаты всех участников предварительного этапа. Однозначно не будем останавливаться на достигнутом залах. Анастасия правильно сказала, команда от игры к игре набирает уверенность, набирает сыгранность. Ну, в целом результатами кубка я доволен. Спасибо. Мы тоже, если честно, не будем это обманывать. Еще, наверное, самый главный вопрос, который должен звучать на пресс-конференции. Вы прям как мне отдаете микрофон, как чувствуете, что он вам будет. Цельный сезон, Валерий Евгеньевич, наверное, самое главное, самое напряженное, что все ждут и болельщики, и игроки, и главный тренер пожимает руки сейчас и ждет, что будет озвучено в эту секунду. Цельный сезон главный тренер, безусловно, знает, потому что они обсуждались на совете волейбольного клуба «Тулица». И, значит, нам была поставлена задача. Мы с Андреем Тольчевым, с главным тренером, так сказать, подтвердили нацеленность на этот результат. Результат для клуба в этом сезоне – попадание в шестерку лучших команд. Можно много говорить, да, о хорошей зрелищной игре, о целенности в целом команды на результат. Но это естественно. Если все вот эти моменты будут, так сказать, показаны на спортивной площадке, я думаю, что результат для клуба достижен. Спасибо. Спасибо. Все это точно понятно. Вопрос, наверное, самый щепетильный, самый важный, который в комментариях был везде и продолжает писаться. Вы в ваших социальных сетях, Валерий Евгеньевич, в социальных сетях клуба, выложили информацию, что все-таки принято решение клубам, что будет реализация абонементов на сезон. Многие просили, многие практически умоляли, говорили, давайте абонементы, давайте абонементы. И почему в последний момент было принято решение, что эти абонементы будут реализованы, пожалуйста. Давайте еще поддержим интригу насчет абонементов. Я продолжу тему Кубка России. По положению Кубки России команда может подать заявку на прием финала, финала четырех. Мы такую заявку подали. Решение. Это конкурсная история. Решение будет приниматься в директорации Всероссийской Федерации волейбола 28-го числа. Поэтому, если мы выиграем конкурсную борьбу, там есть ряд положений, которые Куб должен выполнить, принимая финал четырех, который является, ну, действительно, наверное, вторым по статусу после чемпионата. Соответственно, Тула в конце декабря увидит на своей арене финал Кубка России. Я про один приятный момент у вас спросил, а вы про другой начали рассказывать не менее приятный. Что про абонемент? Вы как оттягивали этот вопрос, так, собственно, я все равно. Мы на самом деле этот вопрос оттягивали, наверное, целый год, потому что, ну, действительно, продажа абонементов очень актуальная история для болельщиков, для наших зрителей, для тех, кто посещает матчи, домашние матчи в Тулецкой постоянно. Почему этот вопрос вот действительно так долго искал в своей реализации? Ну, откровенно говоря, Тула-арена, вот насколько она классно выглядит, как спортивный дворец, но все-таки она не может принять такое количество зрителей, как дворец спорта в Казани, как дворец спорта в Калининграде, как в Москве. Вот, то есть наполняем всего 2000 зрителей. И были матчи, все их прекрасно знают, когда практические трибуны были заполнены, ну, процентов на 80-90. И, соответственно, продавать, реализовывать абонементы, ну, мы вот очень, так сказать, с большой осторожностью к решению этого вопроса подходили. Ну, тем не менее, да, в этом сезоне могу озвучить то, что абонементы будут реализовываться порядка 120, по-моему, да, Кира? Вы прям точно сказали. Да. 120 абонементов с завтрашнего дня будут реализовываться физически на кассе Тулари. Пожалуйста, все. Соответственно, цена у абонемента на 13 матчей будет более риготная, чем у обычного билета, поэтому милости просим. Соответственно, абонементы будут реализовываться на, ну, скажем так, наиболее привлекательные для зрителей места, это центральные трибуны. Сектора С, сектора Ф и Е. Тут я планирую ловаться. Ну, планирую. Так, давайте его можно... Покажем, нет? А, у нас настолько солидно все. Да, давайте покажем абонемент, он у нас существует, есть, покажите, пожалуйста. Он у вас где-то лежит, там, под вашими шпаргалками лежал, или вы в карман разобрались? Вот. Вот, пожалуйста, посмотрите. Первый абонемент волейбольного клуба Тульца, Суперлига, абонементы, КРИК. С обратной стороны указан сектор и ряд, и место, соответственно, на котором болельщик может находиться в течение всех домашних матчей волейбольного клуба Тульца. Все, есть, вершины, исторические события. Я поздравляю с этим. Отлично. Давайте немножечко расскажем, да, о механике приобретения этих абонементов. Схема достаточно будет проста, которая проработана, и места будут на следующие трибуны, это Е1, Е2 и Ф2. На каждый из трибун будет по два, где-то три ряда, которые, соответственно, будут доступны для приобретения абонементов. Будет опубликована специальная анкета, которую каждый болельщик должен будет заполнить, и, соответственно, отнести эту анкету непосредственно в кассу Тулу-Арены, и там, соответственно, произвести оплату абонемента, отдать эту анкету, и получить замену, собственно, абонемента на весь сезон. В принципе, скажем так, основные моменты, которые мы хотели обсудить, мы обсудили. Если вдруг есть у кого-то вопросы, у болельщиков, они у нас всегда присутствуют, то можно их адресовать. Если вдруг вопросы хотите задать кому-то конкретно, можно тоже это сделать. Если вдруг есть вопросы, поднимаем ручку, мы вам дадим микрофончик. Меня зовут Виктория. Я с удовольствием хожу на игры в улице. С еще большим удовольствием кричу там, потому что в других приличных местах нельзя себя так повести, оторваться. Ну и хочется быть гостеприимными нам, туликам. Поэтому вопрос тем, кто хочет отозваться на него, кто приехал в этом году в Тулу, как она восприняла, что понравилось? Прекрасный вопрос, да. Так, ну, как раз, как раз Есения Мишакина не хотела отвечать на вопрос. Есения, я тебе обещал, что вопроса не будет, но видишь, как получилось. Под Тулей удалось погулять? Какие места понравились? Пожалуйста. Ну, микрофончик. Да, вставай просто. Какие места тебе запомнились в Тулей? Или еще нигде не удалось погулять? Да нет, я еще не успела нигде погулять, но думаю, что еще будет время посмотреть Тулу. Вот, спасибо большое тебе, спасибо. Так, окей, окей, а тогда надо... Ну, что, давайте все гулять так гулять. Пожалуйста, да. Оля Гаврилова, да. Так, здравствуйте всем. Я была в Тульском Кремле, увидела ваш Успенский собор, мне очень понравилось. Также мне очень нравятся в вашем городе улочки, Казанская набережная, все очень красиво, гостеприимое. Супер, спасибо большое. Сейчас, а... 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 Нет, у меня сейчас вопрос у Андрея Анатольевича, почему Есения нигде не была, все-таки, а Оля была без девушек. Окей, хорошо, пожалуйста, да. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Мне очень понравилась скула, я уже много где-то побывала, буквально в первый день мы решили поехать на Ясную Поляну, вот. В центре тоже побывала, очень уютный город, мне очень понравился. Спасибо. Так, Екатерина, Екатерина Любушкина, пожалуйста. Здравствуйте, приветствую всех, очень приятно видеть. Мы с семьей приехали, все сразу сюда, поэтому мы прошли очень много улочек, где была Оля, вот. Вот и набережную, и набережную, и в Кремле были внутри, и по улочкам, которая центральная, идет параллельно, набережной тоже гуляли. Все очень супер красиво, Тула нас прям очень удивила, потому что я была очень давно здесь, очень понравилось. Даже подумаю, как-нибудь переехать в Тула. Вот, все, все, вот это заявление, вот это я понимаю. Так, Бобумила, Бобумила Гарна, пожалуйста. Да, всем добрый вечер, но в Туле я уже была, наверное, как вы многие знаете. В сезоне 19-20 я уже выступала в этой команде, поэтому город не знаком, приятно видеть, как он развивается, открываются новые интересные места. Вот, сюда я переехала с мужем, по выходным мы очень любим гулять, вот как девочки, мы там всей кучкой сутки, все, кроме ЕСЕНИЕ. Все, кроме ЕСЕНИЕ, и ее не берем. Да, ну, заметно. Вот, очень люблю гулять в центре, в теплый, уютный город мне тут нравится. Спасибо большое. А, Наташа, вот смотрите, Наташа вот тоже, да, Наталья Слаутина. Да, всем здравствуйте. К сожалению, как и ЕСЕ, у меня не было еще нигде особо побывать, но, как сказать, у меня вопросы большие к этому моменту. Я уже записалась на экскурсию к Соне Звичевой. Окей, спасибо. Кстати, Наташа можно отдельно поаплодировать, она на спорте Киазе выиграл бронзовую медаль. Давайте ей поклонку, бронзовую, историческую событию. Так, ну, как говорится, самое сложное задать первый вопрос, либо если он последний. Будет еще что-нибудь? Да, пожалуйста. Всем здравствуйте. Хочется поздравить с началом нового сезона, чтобы пошло все быстро. Хорошо. Но будет, наверное, два вопроса. Это на Андрея Анатольевича. Опа. Слушайте, я вам скажу, он любитель. Он любитель, его, видите, медом не кормит. Только дайте вопрос. Первый вопрос. Ну, покупку России хотел задать. Почему так мало был задействован резерв команды в течение пяти игр? Ну, касается Амаги Джигоевой, Софи Сычевой, тот же Олеги Гавриевой. Практически игрового времени они не получали. Ну, и хотелось, конечно, больше видеть Наталью Славутину и Анастасию Лешко на площадке. То есть, фактически, мы отыграли этот турнир одной шестерки. Хотя, в моем понимании, группа была очень-то как проходная. Что у Лимпийска, что у Минчанки были просто огромные, огромнейшие проблемы с составом. Это первый вопрос. И, ну, второй, как бы он был уже озвучен. Что у нас по позиции диагонали. То есть, мы входим в сезон с одной диагональю. Как бы мы в этот сезон уже два сезона назад проходили это, когда нас Анастасия Азанова тащила весь сезон. Ну, ничего хорошего это не привело. То есть, ведется ли работа в этом направлении. Ну, наконец-то. Наконец-то пресс-конференция приобретает такой более интересный формат. У меня встречный вопрос. Какие проблемы с составом у Минска? Я думаю, что они, в принципе, неплохо укуплектовались. Поэтому я не считаю, что они там. А ты ответишь, пожалуйста. Ответь, пожалуйста. Часть человеков уже ушла. Там и связка ушла у них. Фактически у них сборная готова в товарищеской игре со сборной России. Сокольчик, она практически у них не играла весь турнир. Ну, а дальше уже, как вы видите сами. У них вернулось за границей, диагональщица. До игровки, при этом, стоят люди, которые достаточно уверены. Я не считаю, что у них они там стали слабее именно по составу. Ну, это вам, наверное, виднее, как такому достаточно хорошему, видимо, болельщику. То, что касается нашего состава. Прежде всего, небольшую травму получила Ольга Ефимова. Поэтому на этой позиции было у нас только 2 доигровщика. Готовы выйти и играть в каждой игре. Ольга Гаврилова, в принципе, она только начинает в классическом волейболе. И то, и, в принципе, она практически всю игру сыграла. Вот. Поэтому у нее был шанс, она, в принципе, им воспользовалась. Поэтому по поводу Омаги, просто по игре были большие вопросы. Вот. И хотелось бы дать, прежде всего, уверенность Наташи Някиной. Ну, вот, чтобы она обрела уверенность именно как основная лидера. Ну, вот. Но Омага каждый день пашет, каждый день тренируется. И с каждым днем у него все больше и больше получается. Я думаю, что у нее будет шанс выступить и показать своим любимым болельщикам, на что она способна. По поводу центральных, у нас, как бы, четыре хороших центральных игрока, которые, в принципе, в любом моменте могут выйти и помочь. Вы помните, когда была игра, когда Настя Олешко вышла в сложный момент и поставила блок. Поэтому здесь они в каждой тренировке несут одинаковую нагрузку. По игре, по игре, ну, по-то больше, мы поменьше здесь, в принципе, рабочие моменты такие. По поводу Софи, ну, опять же, вопрос сыгранности. Вопрос сыгранности, прежде всего, с Есенией командой. Вот. Потому что все равно Софья, она как бы третья опасающая. Вот. И Есенией несла нагрузку и достаточно уверенно. В первой игре, по-моему, были небольшие провалы, а все остальное, она, в принципе, всю нагрузку принесла на своих плечах уверенно и контролировала, и вела игру очень достойно. Вот. И сейчас пришла Кристина. Софье большое спасибо за работу. Мы с ней поговорили, что она готовится, тренируется и в тот момент она тоже может к нам присоединиться. Кристина, Кристина с Есенией хорошая конкуренция, немножко такие опыты, молодость у нас на передаче. Поэтому, я думаю, что здесь очень хорошая, хорошо скоплитонная эта позиция. По поводу диагонали, как уже говорили, у нас есть одна позиция, которую мы можем использовать в дальнейшем. Поэтому, ну, а пока, пока большая нагрузка лежит на плечах. Бугумилы, вот, и мы будем надеяться, что она вынесет. В прошлом году, в принципе, у нас заново весь год проиграла на этой позиции, практически без замен. Зря вы говорите, что это было тяжело и, ну, в смысле, это было тяжело, но она пронесла. Поэтому здесь, я думаю, что Бугумилы тоже справятся. Мы будем помогать ей в реализации себя в Тулеце. Спасибо большое. Поставил вопросик. Добрый день. Разрешите поблагодарить за такую отличную пресс-конференцию, которую может сделать только команда Тулец в нашем чемпионате в Суперлиге. Вот, поздравить с отличным выступлением в Спартакеаде и Кубке. И такое ошеломляющее начало сезона. Вот, ну, предсезон еще, сезон только начинается. И очень ответственно, конечно, первый матч сыграть. Важно выиграть этот матч. Вот, читал комментарий Александра Перепелкина. Он говорит, что их команда готова на 60%, а вот Анастасия Лавыкин говорит, что мы на 90%. Это очень радует. Но не лукавит ли Александр Перепелкин? Говорит, что отсмотрел много наших матчей. Вот, команда понимает, с кем мы будем иметь дело и готовы ли вот к такой постановке вопроса, что Енисея к нам едет не совсем готова. Спасибо. Ну, я не знаю, насколько готова команда Красноярска. Мы постараемся выйти и сыграть достойно и одержать победу. Как там получится, будем надеяться на лучшее. Что у нас, то, что у нас наиграно, то, что у нас наработано, все это сработает и принесет свои плоды и победу. Окей, спасибо большое за вопрос. Давайте всем попробуем. Вот, и начало сезона, это такое событие, понятно, что уже прошла Спартакиада, понятно, что уже прошли игры Кубка, но все-таки хочется, чтобы официально этот момент был соблюден. Поэтому, Валерий Кельнич, можно вас попросить спуститься вниз. Сейчас хочется вручить футболку нашим новичкам, поэтому под ваши громкие аплодисменты мы готовы начинать. И сейчас первый человек, который будет приглашаться сюда, это человек, который уже сам сказал, что для меня Тула уже родная, я уже здесь была. Поэтому, Магумела Биарна, ваше аплодисменты, Магумела, добро пожаловать. Можно прямо в центр спуститься, это прямо удобнее будет. Да, болейте прямо в серединку. Футболочка, фотография, переверните, пожалуйста, номер. Да, да, супер, да, да. Вот туда, вот, мужчина в центре, да, вот вокруг, у него кто-то пора. Да, все кнопки, правда, это восхищает. Спасибо большое. Далее продолжаем. Номер 11. Екатерина Любушкина, пожалуйста. Спасибо. Номер 16. Наталья Слаутина. Ольга Гаврилова, номер 9. А мы все хлопаем, конечно, с пыта полного. Да, да, да. Спасибо. Продолжаем. Номер 7. Анастасия Лешко. Валерий Гетчиков под отчет формы, с вами со всех сторон показал, обратил. Да, супер. Спасибо большое. Номер 5. И все, ребята, Евгений Мишагина. Стой, Евгений, вернись, пожалуйста, вернись, пожалуйста. Переверни, чтоб, ну, фамилию было видно, что точно твоя футболка. А то скажешь просто, что отражается выгружать. Вот так, да, да. Ну, а еще одна футболочка у нас, это Амага Джиоева. В основной состав перебралась Амага, и с удовольствием встречаем ее футболку 10 раз. Ну что, спасибо большое, спасибо, что нашли время, спасибо, что пришли. Будем обязательно ждать вас на играх, и, конечно, уже совсем скоро, в пятницу, первая игра с Енисеем, нужно стартовать мощно, громко, тем более, что Анастасия Повыгна сказала, что он 90% уже готов. А у нас нет повода сомневаться в ее словах.